здравствуйте друзья у нас тут в рубрике интервью с блогером и вообще интервью так эти разговоры о жизни у нас денис из парижа вы часом не с елисейских полей но рядышком хорошо как-то в париже то в целом как ну после тех происшествий которые были в принципе нормально нормально уже уже ситуация стабилизировалась то есть народ не так нервничает как допустим мог бы полиции и жандарма везде очень много везде проверяют сумки все проверяют больно очень хорошо вы вообще сами то откуда я сам с украины из харькова так во франции вы давно вот уже пять лет а то есть вы уже эту французскую мову разбавляете вы шпаль конце значит а как вы там оказались что случилось ну когда я заканчивал свой университет в харькове я искал возможность как можно уехать либо штаты либо в канаду либо европу и нашел такую программу это была программа между двумя университетами один университет в харькове и 2 в лионе можно знать кто же не знает ли он господи да так чего же вы в лионе ну вот и получается как я начал это обучение еще в украине а потом поехал уже в харьков ой в лион и в лионе уже продолжил там защитил диплом то есть у меня французский диплом мастер 2 и по специальности информатика и статистика а в харькове специальность была а в харькове информационные системы и технологии хорошо так вам сейчас лет сколько примерно 28 из которых 5 в его франции так вы там доучивались ну хорошо все-таки одно дело вы приехали доучиваться а другое дело все-таки уже пять лет прошло что что произошло после того как вы доучились то есть ну я просто скажу то что было еще до в украине когда я учился я я работал я работал как бы я совмещал работу и учебу я работал как тестировщик то есть ну вот да именно ну по вашему профилю так то есть я вот ну как бы смотрю то что книга тестирование датком это просто бестселлер и вот в принципе с этой книги я начинал чтобы войти в эту сферу и вот так вот я просто обучение это одно а практика реально это совсем другие вещи и я в принципе ну как бы начал с тестирования приехал сюда во францию и думал продолжить и как бы тестирование здесь но во франции другая ситуация вообще расскажите что что они что не тестируют ну в основном большинство проектов нету отдела который занимается кей то есть здесь либо должен девелопер сразу же и тестить либо есть как на французском это шерты позже project manager да то есть он является как бы тестировщиком он проходит какие-то основные тесты по функциональности затем отправляется уже заказчику заказчик тоже как-то тестирует если что-то находит тогда мы уже фиксим это мне напоминает что-нибудь конец восьмидесятых америку конца восьмидесятых вот так 3 30 лет примерно так назад да хорошо я понял вот так так важно там же и было ну хорошо то есть это вы не делаете какой-то такой рыночный софт это вот просто на клиенты вы работаете да то есть какой-то заказчик вы для него делаете да да то есть ну это это все время было просто много различных клиентов в основном французы а вот в данный момент уже целый год я работаю для компании тотал знаете чего делать то тотал это он занимается сфере нефтепродукты бензин газ и так далее а вот эти я понял заправки такие я вам скажу так значит все-таки есть потребительские software программный продукт который идет на тысячи сотни тысяч миллионы людей и так далее и этот софтвор нельзя вот так тестировать как вы сейчас описали потому что там очень много разных пользователей эти пользователи совершенно не собираются вам ничего рапортовать они принесут его обратно и все и вы вы в минусе вот а там когда вы на какую-то конкретную конторку project manager потестировал контор к сама себе посмотрел случай с чего вы им там на ходу подправить и в общем все это такое это это другой мир совсем другая цивилизация в мире потребительского софта если если бы вы поработали в какой-то французской компании надеюсь что есть такие которые делают какой-то такой потребительский софта они его наверняка твистер скажем если это банк какой-то банка есть там интерфейс на интернете с помощью которого люди могут там деньги со счет на счет переводить там и так далее я думаю что его тестирует уже как положено да скорее сюда но вот я вот искал я просто знал до этого рынок украинский по поводу тестирования и приехал сюда и я думал что здесь такой же спрос и столько же предложений но на самом деле здесь вообще я я ничего я ничего даже не нашел в этой сфере я мне пришлось уже перепрофилизироваться и пойти в девелоперы то есть я здесь уже начал как php девелопер то есть вы уже не тестируете нету я я так и не нашел все тестирования я начал уже заниматься девелоперами то есть вы никакого тестера тоже не знаете живого лучше был какой-нибудь живой тестер воскать вася тестер нет такого ли там луи вот ну смотрите получается в той сфере где работаю их там девелопер и девелопер и тестер это одно лицо понял хорошо так интересно значит а все-таки там есть какое-нибудь разрешение на работу чтобы его получать надо было или как вот эта часть как работает ну да то есть сначала когда мы сюда приезжаем у всех статус но если если через университет то это статус студент то есть у тебя приходит приходит фиктуру тебе дают карту и ты имеешь работать 50 процентов от от фуллтайма то есть можешь партайм работать да да хорошо хорошо вот такое дело а после а после этого а после уже всех этих дел то есть когда уже прошел когда закончила обучение когда получил диплом да и вот еще один плюс я скажу то что во французских университетов каждый год есть реальные стажировки то есть каждый студент за пять лет это пять каких-то компаний в которых он побывал реально это может может там приглянуться да то есть а так происходит то есть я вот со мной сейчас работает один человек он уже второй год подряд приходит нас на стаж на стажировку в одну и ту же компанию его уже приглашают его знают и его заберут уже после уже свой парень хорошо да уже как бы свой парень ну а вернемся по поводу по поводу документов когда студент он находит компанию компания доказывает то есть она как бы она берет берет этого человека и государство уже говорит что окей мы берем этого человека у него есть знания в этой сфере она оплачивает за за этого человека вносит государству но раньше это было 2000 евро то что наберет его и тогда происходит уже налог на налог на иностранца да и тогда уже происходит смена то есть сначала был студент и потом уже происходит смена на по-французски это соларе да то есть целый то есть тот человек открыт который получает уже зарплату будет уже работает full time и тогда уже можно работать полностью как французы то есть все полностью законы полностью все платишь налоги хорошо но с точки зрения вот вида на жительство и там по последующей такой эволюации эволюции эволюции в сторону гражданина там и так далее это как происходит ну вот если значит если уже карта рабочая нужно прожить пять лет чтобы стать кем чтобы получить гражданство не видно жительство уже гражданство вид на жительство получается сразу же вот рабочая карта это есть вид на жительство допустим можно ездить по всей европе с ней да без проблем хорошо так хорошо хорошо то есть пять лет поработал и гражданин до 5 лет вот у меня сейчас как раз этот процесс когда карты и поперла рабочие хорошо много там харьковских по парижу ходит ну у нас была группа 20 человек и 20 человек здесь примерно половина у как вас удачно обучили то так ну вы когда встречаетесь там по-русски по-украински по-французски какой-то ну харьков по-русски так русская хорошо хорошо но вы можете при случае там дети высказаться не но есть естественно вообще во франции вот если у меня ребята спрашивают как приехать на францию если не знаешь французского знаешь английский да я и я говорю не пойдет нет то есть английским не обойтись английским не обойтись о как ведь как дискриминируйте какой голландии пожалуйста английского хватило да да здесь здесь французы французские и даже вот все спецификации все вот программирование как бы техническое задание все на французском ну что же хорошо а вы холостой семейный как вы в этом году не в этом 2015 уже уже не холостяк женился значит да из харькова девушку-то взяли или местную с украины кривой рог там вот не так далеко ты ну да ну что же хорошо ей нравится на франции ну поначалу это конечно не очень нравится потому что особенно когда не знаешь языка это это везде в любой стране есть такой барьер а потом постепенно вливаешься в эту страну начинаешь изучать французский и все вперед а вот как бы существенный такой как бы со стороны очень существенный элемент жизни такой как вот допустим выходцы из северной африки не не только северный и из арабских стран там каких может каких-то еще там я бы сенегалец такие там громадные ходят вот эта часть она как-то так обычно рутинная или она какая-то напряженная но вы имеете ввиду проблем на какие-то вещи да я не веду есть связаны ли с этим как вот живешь во франции вдруг звучит и вроде может больше даже марокко оказался или там еще где-то я последний раз был в париже на лет десять назад и как-то у меня было некоторое разочарование то есть я думал чтобы полу в какой-то французский такой город а французского там было но только что архитектуры а вот люди по улицам ходили такие как бы я даже думаю нифига себе попал но вообще париж это знаете вот люди которые приезжают во францию и бывали только в париже это не означает что вы были во франции потому что париж это вообще это отдельное можно сказать государство интернациональное здесь все есть национальности но если буквально отъехать там сто километров в глубинку все вы вы не увидите вот этих марокканцев там или африканцев будет чисто французов постараль будет такая сельскохозяйственная хорошо вот вы как человек с украины вы на себе ощущаете вот некоторые такой отпечаток того что но ну иностранец вот как бы то есть можете неплохой человек но как бы вот не первый сорт есть такое нет тут такого нет тут 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 как бы есть такая все таки вот какой-то равноправие вот я не буду она какой-то не знаю откуда она выработалась из-за того что париж я не знаю и ты не знаю за прованс да я не знаю вот за те города которые глубинки хотя я был в лионе там такая ситуация но если но я просто слышал случае что если память какую-то глубинку где одни французы там может быть что то есть но в париже нет все все равно кто ты индусты араб африканец украине с россией все равно то есть украинец не хуже там мы скажем арабы или индусы не хуже хорошо давайте теперь про блог вы сказали что вы месяца три назад завели блог да я у меня и раньше было ну как бы это можно сказать мое хобби то есть я снимаю видео рассказываю и вот три месяца назад я начал блок именно о франции и париже то есть я машина что-то такое сделаю чисто отдельный проект который называется буржу франц и там я рассказываю по-французски бонжур франц или прямо русскими буквами бонжур францы у меня у меня получается микс у меня бонжур на французском и второе слово просто франция получается бонжур камси камса да значит что сказать я я учил три недели учил французский на курсах интенсивных вы знаете сразу после этого это был очень давно это я на лет двадцать пять двадцать шесть не был нет ну вру 28 и я просто по работе там у нас на работе шли курса меня поставили там техническое обеспечение присмотрим но я заодно уже с ними изучал французский но такой разговорный был я слышал ушами то есть после этого курса когда впервые увидел написанным киски секи сам у меня это но так не может быть это развод так и так не бывает ничего не сказал уже он там целую строчку но после этого меня послали в колхоз убирать картофель и тогда всех посылали на пару недель и рядом со мной на грядке был переводчик он заканчивал не значил ильяс работал шесть лет в алжире потом три года во франции работал и он занимался образовательными программами советский союз там строил птву в разных странах поэтому в алжире был там еще не помогали вот и он узнав что я вот с трехнедельных курсов он со мной в эти две недели говорю по-французски вот и на сказать что очень и очень неплохо было я вдруг понял что мы можем можем поговорить и вот ну немножко забывается конечно за столько лет это очень интересно да французский язык это особенный язык потому что здесь на первого слова весь мир знает как пишется рено да вы знаете сколько там букв рена улы да но отчитается рено да да ну то есть это вот пример отличный да а если написать как по-американски то будет город рина где можно поиграть в казино это слово рено это я считаю не такой сильный пример как вот тот же кискис и киса где можно просто понять этого нельзя знаете был такой анекдот как урок русского языка в грузинской школе и там там говорят учитель говорит дети кон пишется с мягким знаком а тарелька без это нельзя понять это нужно просто запомнить вот поэтому такой вот язык надо запомнить ну что же хорошо так хочу вы рассказываете в вашем блоге ну вот самый первый ролик который набрал уже почти 40 тысяч самый первый мы еще сюда я записал мы взяли камеру и решили спросить у французов что вы знаете о русских какие стереотипы какие русские имена знаете каких известных людей вот такие вот основные вопросы и это видео выстрелило ну и что они там говорили ну в основном вот что они знают по поводу какой вот стереотипа россии то что там естественно любят люди пить алкоголь знаем какой потом то что россия это большая страна и там ужасно холодно затем известных людей все называют президента путина все называют дальше а один один сказал что знает чайковского это один был а также пушкин какой-то там вообще вообще ничего ну и имена основные это говорят владимир и иван вот и вся информация то есть познание 8 на что же я думаю счастливые люди уже не знают ничего такого и надо хорошо живут молодцы молодцы это где в лионе в париже это в париже было париж хорошо прошу я помню так вот из впечатления так идешь там по парижу деньги там арабы выскакивают из лавок и по-русски те что-то кричат нельзя не слышат что мы с женой там этим по-русски разговариваем они друг выскакивают и у них то есть набор там два десятка фраз они будут тебя выпаливают там заходи хорош скидка там еще но что-то такое земель а земель я не помню уже точно было так странно наш вы были вылетают вот возле возле основных мест возле эфелева башни допустим там вот люди которые нелегалы в основном это с африки они продают всякие брелки эфелева башни всякие такие как бы вот эти погремушки они знают эти люди знают все почти языки ну часть какой-то набросок вот они как бы мы тестировали мы идем с другом говорим по-английски он стал уже hello friends how are you ну и как бы на английском по-французски по-польски по-русски по-украински все он все понимает ну да люди в торговые как бы подхватывать ну что же ладно так первые и так 40 тысяч вы набрали на том что французы ничего про россию не знают это хорошо еще чего у вас темы какие ну я рассказываю в основном в основном я делаю влоги то есть о чем ну вот например последний у меня был последний предпоследний был цены в париже то есть я взял просто камеру прошел в большой не знаю если в америке у вас такие маркеты называется карфур карфур да это как-то карфур кэрфур может быть у вас по-моему что значит то есть на это украина это молдавская а молдавская кушма почти как кучма до кушма из норка внутри писали все круто так ну ну так чего это мы будем народ разница так да ну то есть просто походил поснимал цены показал чтобы как бы люди которые живут в снг немножко попугались потому что из-за курса для них кажется дорого вы знаете что вот я из америки сколько раз европу не приедешь особенно франция и англия вот в голландии у меня такого не было например а вот в в англии во франции ты смотришь и так дальше так тебе понравилось симпатичного сейчас куплю потом сможет его позже я за такие деньги три куплю у нас тут и она как бы смысла не имеет другое дело что наверное местные не покупают таких местах где туристы ходят они наверное знаю где в другом месте взять там и так далее но во всяком случае чё ты настолько не хотелось ничего там покупать честно ну нету погулять ну сходить там пули нарушили да там правда ну а что если понравилось в париже архитектура безусловно то есть если бы не было собачьего дерьма на каждом углу чтоб можно было смотреть на дома они под ноги это было бы намного лучше но но архитектура не невероятно это можно просто ходить вот целый день и смотреть потом что покушать есть есть покушать хорошо так с изыском так хорошо хорошо французский на ну вот есть 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 для души есть мы как-то знаете возле в общем ходили мы там а света моя еще с хиевских времен любила пирожная картошка и где-то мы там наткнулись русский магазин нет какой там французская к это ну там много на самом деле таких вот кондитерских одна из фишек парижа много кондитерских до по сравнению с другими местами куда ты приедешь и вот и кстати вот я сравнивать мир францию с италией я могу сказать что в италии набор овощей и фруктов в овощном фруктовом магазине там 5-6 раз меньше чем скажем во французском где просто завалить я думаю как что вы такой месте вроде как италия там будет но не суть и в общем зашли бы какой-то такой под подвальчик и света гид о картошка мы взяли и и мы не ушли то далеко вернуться еще взять и мы не смогли их больше найти но надо же так я там конкурска улиц кривые то вы слышите как там тяжело машины запаркованы боже мой да это сюжет это отдельно отдельно нужно делать потому что французы вообще для них я не знаю как ситуация в штатах но здесь это нормально когда ты паркуешься и ты цепляешь своего соседа и всех пихает там до всех пихаешь да то есть бывает вот у меня была такая ситуация что запарковался утром выходишь сзади и спереди запарковали что такое расстояние до машин распихиваешь и выезжаешь и это нормально я скажу еще что меня очень удивило тоже я не ожидал я такую вещь видел только один раз жизни до этого в ереване это ты идешь по пешеходного перехода по зебре идешь и они не только не останавливаются они решают проскочить перед тобой или сзади тебя вот это единственная дилемма которая их так занимает вот возле возле мулина ружа прям там площадь такая и у тебя и переходил и я думаю мама родная такого такого сера в жизни не видел чтобы значит на красный свет по земле там и они вот ехали и вот вообще есть такое есть фишечки я не думаю что они бы так уж прямо наехали наверное они как бы поосторожнее это делать но в случае это не было поводом допустим пропустить пешехода это это уже как бы ну а как вы когда были ну вы говорите 10 лет назад может быть другая ситуация была сейчас же пробки огромнейшие проблемы с машинами и в основном много людей используют обычные скутеры вы знаете что пробки были чего не было вот так вернуть я тоже был удивлен я бы а почему нет такси вот допустим вечера до выходит 6 1 ну там доехать куда-то мы живут туристы у нас нет своего транспорта такси нет говорят в городе ограниченное количество сколько-то жетонов раздали а больше нет почему больше вот почему человек не может взять такси и поехать куда-то в час пик это это очень интересное такое явление может быть сейчас но супер у вас убирать там с убиром тут же не знаю в курсе не в курсе здесь то есть таксисты чтобы вообще стать таксистом здесь очень нужно иметь времени и денег чтобы иметь лицензию она стоит больших денег и нужно проходить постоянные вот эти вот как форма сены то есть обучение и так далее это как бы но это все дорого это вообще на них свалят да да ну и большой налог и тут появился убир очень классная вещь легкая для клиента просто вообще лучше не бывает и они же начинают то есть появился конкурент который намного круче и что они начинают делать они начинают устраивать всякие пикеты митинги перекрывают основной периферик в париже такую чем кончилось ну вроде сейчас все как-то заморожено как бы в замороженном состоянии ну вот у меня есть одни знакомые которые занимаются убиром то есть он да машина своя и значит у него была такая ситуация вот у нас останавливается берет клиента останавливается возле светофора подбегают какие-то люди прокалывают ему шины и и начинают уже то ли замахиваться на стекло чтобы разбить и он на спущенных шинах от них уехал на дисках то есть ну вот такая социалистическая модель значит да нет у нас что-то такого такого нет у нас хотя надо сказать что профессия таксиста подорвана очень сильно очень подорвана раньше за эти жетоны тоже ограничено там и в нью-йорке и в сан-франциско раньше за этот жетон там все такие деньги платили а сейчас никто не хочет и в общем очень очень упали заработки при ну очень 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 нанесен ущерб как бы здесь вот такая же система идет с rmbn да конечно такая же вещь потому что rmbn подрывает тоже он он очень-очень большой конкурент для тех же отелей для тех же всяких вещей и но есть такие законы что допустим если ты имеешь студию в париже да то ты можешь ее снимать по закону ну сдавать вот в таких вот приложениях как booking rmbn и только четыре месяца в году если 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 находят что ты делаешь больше то вправе прийти люди с мэрии и выписать тебе штраф в районе 25 тысяч евро у нас по-другому делают у нас есть налог который платят гостиницы 13 процентов от взятых денег и они говорят хочешь брать жильцов пожалуйста значит плати но точнее так или ты берешь их на срок не меньше одного месяца или если ты сдаешь на недельной основе или там дневной платить те же самые 13 процентов что платит все отели что в общем то тоже не так страшно как бы да ну что же хорошо обсудили французскую девки симпатичны или так себе на глаз я наверно буду все-таки придерживаться как все говорят самые симпатичные девушки снг это хорошо а вот и нет такого что у них какая стервозность повышенная там здесь вообще отношения мужчина женщина здесь вот если мы первым взять и наших людей да есть какой-то вот можно сказать такое неравенство между мужчиной женщины все-таки мужчина как как не говори выше до находится здесь же нет здесь 50 на 50 вот и за всю свою историю все-таки женщины добились того чего хотели и сейчас доходит до абсурда то что допустим когда появляется ребенок да то по закону она может только взять три месяца вакансов да да то есть они этого добивались но сейчас опять поднимается вопрос что три месяца мало типа давайте нам больше хотя раньше хотя раньше они добивались это этого то есть как бы женщин добивались но подождите три месяца это оплаченный все а дальше за свой счет посидеть за свой счет она может посидеть конечно но она не потеряет место при этом то есть она может взять за свой счет а вместо за ней сохранится ну там насколько я знаю что можно за свой счет только месяц взять и все и все а дальше место не сохраняется а дальше уже проблем будет вообще рынок труда работа есть вот так или вообще плохо с работы наша большая безработица среди молодежи там вот я сторонник такого что если человеку нужно он слона нет я это вижу по себе по своим знакомым то есть проблем нету все ну хорошо как же говорят что жуткая безработица там выпускники университетов чуть ли не 20 процентов безработные там что-то такое ну смотря кто эти 20 процентов кто они такие ну как если мусульмане тоже нормально нормально тут вообще без азнанцы мусульманин нет нововите кто они вот значит пишут что процент безработных выпускников университетов среди французов намного ниже чем допустим среди даже граждан франции но мусульман пишут существенно очень сильно у них выше безработицы опять же где в париже может быть да а в других государствах вообще-то они там не живут уж там вообще не возьмут хорошо значит короче вам нравится девушку как зовут то вашу машину как она значит привезли она учит французский хорошо готовить учиться французское французские блюда не ушать шелапки до или там что у нас борщ 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 и украинский борщ сольничек халушки да да ну ладно рыноке хорошо вы мне сбросите пожалуйста в skype ссылочку на ваш канал вот мы тогда ребятам дадим и кто интересуется за французскую жизнь особенно если из харькова вот значит мы пожалуйста дадим ссылочку пусть смотрят ваш блог хорошо а у вас как вообще были французы я имею виду с франции люди были немного один у нас был француз но как бы француз но не француз француза еврей француз он женился на еврейской девушке там откуда она была из молдавии и значит а девушка эмигрировала с родителями соединенные штаты и вот он значит с ней тут воссоединился такой интересный парень так классно говорил так с таким анонсом вот до молодцом громады длинный был еще были люди которые не были французы скорожденными но жили во франции иногда подолгу то есть были люди из египта из израиля из венгрии польши там ирана допустим до которые могли по 20 по 30 лет жить во франции вот так такого плана могли быть да то есть и гражданство может быть так что вот французской рожденные по моему один всего был тут вообще французов то очень мало вот у нас на местности очень очень мало ну а как вообще интересно заняться там французское образование допустим если есть французский диплом я бы так сказал что поскольку здесь привыкли к иностранцам до абсолютно никакой разницы не имеет иностранное образование местное там и так далее диплом есть и пошел за исключением каких-то узко элитарных таких ситуаций в которых мало иметь диплом и даже американского университета вот надо чтобы американской еще вот одного из двух тех трех или если уже он там из из франции должен быть такой университет который там весь мир знает ну вот я я не знаю какие университета знают сша вот я например по советским нашим делам мы знали сорбону да вот а а здесь я не знаю конечно если люди занимаются там интернешнл бизнес да это другой разговор совсем то есть может быть им интересней может быть и нужен человек который учился во франции с тем что и знает французский да там родной язык и что он допустим для установления связи во французской африке может быть я я не знаю вот но так есть знаете что у нас есть студентка одна замужем за французом она ну в смысле она же студентка лет десять назад она училась она была дочерью известного советского кроссмейстера шахмат но я не буду фамилию называть и она вышла замуж вот на излете советской власти за французского мастера который значит переводил на французский и публиковал книги советских кроссмейстеров и она через папу с ним познакомилась вышла замуж жила во франции занималась маркетингом большой парфюмерной компании она такая на ней есть такой серьезный отпечаток французского шика такая же эффектная нога вот а потом в общем так же и сложилось что она перри перри замужества с друг на другого и приехала с ним сша а тут было замерить она началась школе и я я был у них дома как-то и вот у них ребенок от первого брака ребенок француз французский ребенок она хотела по французскую школу могут и другие ходили они уверен но во всяком случае была французская школа всех отделе туда и в общем так и и такое тоже и частная школа какая-то французской небольшая так что если очень не хочется пожалуйста то можно приезжать будем будем может быть следующем году мы приедем в штаты и обязательно посетим вас давайте я вам тоже выдам какой головной убор берите с собой жонку и и кому дадим соломенную шляпку меня есть такие украинские для селянок исключительно его так сядем втроем вот там на фоне силиканвал и войс и будем так значит привозить какую-нибудь французскую шапку какие шапки французские но как бы треуголка это самая основная треуголка это как на байоновская треуголка у меня есть мы из симферополя привезли такая чтобы в баню ходить да вот под эту рубашку очень подходит на треуголка есть такая фетровая есть всякие может быть знаете и легионеров легионеры давайте вот легионеры берем французский вот они есть со значками вот такая моя пилотка да такие красные береты красные береты шикарно легионерские или с большим козырьком что-то такое знаете шарля де гольда конечно конечно тут тут везде есть улица шарды голя ну хорошо я то его помню вот как вас но это маленький был skype тогда не было но вот так же как вы в экране телевизора был так что вот такие пироги ну а еще и еще хотел сказать по поводу того что французы с которыми я общаюсь да они очень среди французов очень много людей которые которым очень нравится америка и штаты и все это бизнес политика то есть и вот очень много среди них желают приехать туда ну скажите им пусть приезжают те кто вот как бы желает открыть какое-то свое дело или какой-то стартап или какие-то такие вещи в арте у них если люди хотят в европе сложно с этим там зажата очень конечно да то есть это не вот ну я знаю уже двоих которые уехали один в арле в нем орлеан автора в нью-йорке они туда уже переехали там работают а то еще на слуги она есть тоже с французскими корнями не долго новый орлен до снова орлеанские девы в отличие от жанна дарк они такие черные сексуальные там спляшут джаз споют орлеанская дева и нова орлеанская ну что же хорошо ладно давайте у вас там сколько времени час уже 2340 чего а 2340 то есть к полуночи уже полуночи а у нас видите как скоро три часа дня вот так друзья несправедливо устроен мир а у одних день а у других ночь еще и говорят на сложном языке да это уже не бонсуар да это что уже будет бомбы хорошо значит а у нас натурально что там даже на три часа то есть что скажешь что автомашек там ладно так примитивно выскать пошлинка так бонжур мадаме си бонжур и до скорых встреч счастлива от италия рома